Рыбакит папа рисует. Никого особенно не рисует. Кстати, ты знаешь, что едешь в Америку, Вань? Да, мне уже сказали. А тебе рассказали, что там вода в унитазе стоит выше, чем обычно. Ну вот, например, унитаз. Чем привычнее. Ну вот такой унитаз. И там вода так идет. А там вода стоит гораздо выше. И прям можно прям... На бассейн. Нет, когда ты как бы делаешь дело, она плюхается. Вот здесь вода где-то так, а там реально побольше. Я тебе скажу об этом. Я целый видеоролик снял на другом канале. И когда я был там, можно все запачкать. Понимаешь, все замочить. Сел там, вся попа мокрая. Так что смотри, ты там аккуратнее. Не ходи таза. А где ты будешь сидеть? Что ты будешь... Ты наработаешь вот этот вот этих искать. Ты не облокачивайся на эту. Ты, наверное, будешь искать сельскую льду, да? Вот, кстати, ребят, если у вас это мой совет, как бы, тем, кто хочет поехать в Америку этим летом, ну, подумайте. Там вообще можно замочить все себе дело. Так что осторожней. Будьте, когда пойдете в туалет. Не смывайте, не сиди. Нет, если вы смываете, то отойдите, покатите, а то будете все залябанны. Коричневый. Ладно, давай о своем канале. Ребят, я, конечно, хочу развивать свой канал. Чтобы его развивать, имеется в виду, что я буду делать. Типа, развитие для вас, это значит миллионы просмотров и так далее. У меня, может, нет такой цели, понимаете? У меня есть цель другая. Я, во-первых, сейчас хочу, чтобы он стабильно работал. Чтобы я выпускал ролики каждый день, чтобы они нравились ребятам, чтобы они приносили, не просто нравились, но и приносили пользу. Чтобы ребята не просто смотрели, а рисовали то, что... Не то, что вот я, конечно, показываю, что я рисую, но рисовали то, что я рисую. Может, у нас не стоит рисовать в этом плане. Понимаете? Рисуйте моё. Вот если все остальные, многие каналы остальные, они показывают, мол, смотрите, как я рисую хорошо Джонни Деппо, а потом вы никогда не повторите Джонни Деппо. И это не полезно для того, чтобы начать рисовать. Я снимал ролики, где я показываю и рассказываю, что не надо смотреть, как рисовать, надо рисовать. И я стараюсь, в общем-то, всегда развить свой канал в том плане, чтобы он был контент разнообразней. Что? Я вот нарисовал такой унитаз, такой универсальный, такой европейский. Европейский, да, европейский такой унитаз, там, с какими-то прибамбасами, небольшими, да. А, автоматический слив. Автоматический слив. Ваня и Иван, кто из вас лучше рисует? Ну, вы сами решите, я потом, мы не стараемся никогда сравнивать, да. Слушай, идея, нарисуйте спиннер, пожалуйста, после всех других рисунков. Спиннер. Что такое спиннер? Говно какое-то новое. В смысле? Иван, а ты самого детства хорошо рисовал? Ну, я вот так скажу, что в детстве, в садике, я рисовал точно так же, как сейчас, примерно. Я не знаю, как хорошо это или плохо, но примерно так же рисовал. А что такое спиннер? Спиннер, это какая-то фигня. Я не знаю тут же. Ну, если что? Люди, объясните нам, пожалуйста. Ну, расскажите, что такое спиннер, может, нарисуем, если это классная вещь. Ну, к примеру, если она такая же классная, как унитаз, настолько же популярная, то в смысле мы нарисуем обязательно, да. Нет, извини, унитаз популярная вещь. Унитаз. Сегодня мы узнали, как рисовать унитаз. И давай, Иван, я сейчас без перебивания закончу, чем я думаю заниматься на канале. Во-первых, я хочу рисовать больше для детей, не унитазы. Как бы, у меня два плана, смотрите. Рисование сейчас для детей больше, чтобы завлечь маленьких детей 2, 3, 4, 5 лет, чтобы они могли рисовать. Мои дети сейчас подрастают одному там 3 года, второму там скоро 4, и они тоже хотят рисовать. Они будут участвовать этим летом, они войдут на канал и будут рисовать тоже красками, карандашами, маленькие дети будут приходить и рисовать на моем канале. И это определенно будет. После этого что еще будет? Я буду рисовать для подростков. По-прежнему Катя растет, другие дети, которые ко мне приходили, они растут, у них мнение меняется. Анток уже вырос, это мужик взрослый. Мужик. Мне считается, мнение меняется, они растут, и они тоже свои интересы меняются, и они рисуют, они по-прежнему будут приходить, если захотят. Хорошо, это следующее. А третье, наверное, что я постараюсь контент для более взрослых ребят, которые хотят чего-то научиться, но не хотят в художку идти. Я об этом говорю, что в художку надо, конечно, ходить, я всем советую ходить в художку. Но если вам некогда, и вы как бы не хотите, ломаетесь, или мама там не отвела, чтобы вы все-таки посмотрели, может быть появятся одним словом такие видеоуроки. Вань, сиди ровно, культурно, хотя тебя не видно, но все равно. Появятся видеоуроки, как рисовать там шар, череп, тело человека, глаз и все такое, знаете, такие академические уроки. Я буду учиться рисовать череп. В принципе, я умею отлично рисовать череп, и вас, может быть, покажу, как способ своего рисования черепа. Не своего черепа, а свой способ рисования черепа. Так что не уходите с канала, я стараюсь развить. У меня, конечно, проблема, что мало подписчиков. Родители сами по себе не смотрят этот канал. Дети смотрят миллионы. Смотрят, но дети не имеют подписки на YouTube. Они не подписываются, понимаете. Они приходят, набирают рыбакит, папа рисует, смотрят меня и уходят. Подписчиков мало, соответственно, и просмотров мало. Если родители будут подписывать специальным образом меня к себе, показывать детям, будут говорить, смотрите лучше нормальные каналы, не смотрите там мозговтирания. Это будет лучше для родителей. Мозговытирание. Мозговытирание, да. Это будет для родителей лучше, для вас, для детей, для меня. Для меня это третья вообще неважная вещь. Так что, в общем, всем удачи в рисовании. Что родители смотрят? Я знаю, что многие родители смотрят. Есть, но согласитесь, просто много детей смотрят меня. Очень много детей сами по себе. Вот даже там пять лет, шесть. Они только научатся писать вот это папа. Они пишут, папа рисуют. Мне пишут прям вот. Еле-еле умеют писать. Уже пишут, они смотрят, но они подписаться не могут даже. Из-за этого у меня подписчиков мало. Я как бы... Одним словом, мое следующее развитие, это ввод новых детей. И чтобы дети маленькие рисовали, средние рисовали. И для взрослых что-то сделаю и буду развивать дальше. Моя задача сегодняшнего канала, это делать как можно больше видео. Качественного, не такого прям совсем плохого, но интересного. И чтобы мне самому это было интересно.